всех приветствую на канале с вами как всегда я евгений иванов и сегодня я решил рассказать вам о своем мотопутешествии 2020 года в крым протяженностью 5542 километра но для начала я наверное вам расскажу предысторию нашего путешествия осенью 2019 года я приехал в гости ивану частякову и мы снимали очередной видос по его подготовке на алтай протяженностью 8000 километров он приобрел на металлоломе лишь и питер 4 и собирал его подготавливал потихоньку и как раз во время съемок в тот самый момент вы сейчас увидите кстати на экранах когда я принял решение ехать с ними в мотопутешествие мы соберем несколько мотоциклов марки иж и поедем здорово я бы с вами с удовольствием тоже прокатился без проблем же и вот значит время шло мы подготавливались я готовил своего и фикса ваня готовил юпитера в общем время пролетело незаметно весной как вы знаете началась пандемия границы начали закрывать и и наше путешествие казалось было уже не состоится оставалось буквально две недели я делаю стрим на канале делюсь с вами информацией что еду в мотопутешествие и тут ребята из компании avantis мне предлагают помощь к ним не дают мотоцикл версии эндуро честно говоря до сих пор не верится что вот так вот все все происходит времени конечно не оставалось на его подготовку но я просто не мог отказаться от такого предложения это была совершенно новая техника на канале и мне хотелось протестировать этот мотоцикл я лишь успел смазать подшипники и протянуть все с резьбовым фиксатором в принципе мотоцикл был собран я уже подготавливался по вещам по экипировке и ивана частякова тоже уже в принципе было практически все готово и вот когда оставалось буквально два дня мы уже практически огорчились потому что алтай так и не открывали и как раз таки в тот самый момент мы приняли решение поехать в крым я же максимально старался передать всю ту атмосферу которая происходила с нами в общем всем приятного просмотра всем добра до встречи на канале всем приветствую на канале вот и подошел тот день пол четвертого практически утра все выдвигаюсь для встречи с канала мотоцикл 52 пожелайте нам удачи и всего самого наилучшего а Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Нет, осталось дома Только потому, что у него подножик нет сзади Парти, вы посмотрите, блядь На себе, блядь, приволоку 50 километров пушистян Привет Здрасте Ну все, до Уриня доехали А у нас Есть техничка Там, кстати, еще мотоциклы есть Чтобы в Крыму передвигаться Поэтому я разгрузил Свой мотоцикл, как видите Ну и мне будет полегче ехать А так, в принципе, ехал ничего Но передняя сумка с тушенкой Тяжелая была Просто неудобно было ехать Ну все, едем теперь Кончился бензин В общем Заправил пятюню И еще бы можно было залить Проехали 107 километров Доехали до боковой Проехали 161 километр Пока все нормально Дотянем до нижнего А там у нас проблемы очередные Как всегда Вчера у Вани сгорела экшн-камера Он вчера поехал в Урине Купил Соньку Как у меня Ну и в общем Крепления к шлему нет И поэтому у нас Дима выручил Сейчас доедем до нижнего Он уже там все нашел Он нам просто Передаст эту штуковину Площадку переходную И все И мы установим на шлем И будет все четко Почти до нижнего добрались Все Там впереди Волга будет Будем мост проезжать Я вам его покажу ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Дима приехал Привез переходную площадку на Sony но чего почему без этого типа все снято отдыхаем жара потому что вообще конкретно ну какой нашел зато не за две с половиной тысяч ну следи проверяй спасибо у меня отклеилась но она там старый был скотч на этом направлении жара ребят 28 градусов солнечко воздание жезла давай периодически выходи на связь ладно счастливо попили чайку за нижней выехали все хорошо солнце очень сильно жарит работает все отлично пробка была под нижним проехали ее проскочили быстро и сейчас без проблем в общем все едем теперь на тамбок проехали триста шестьдесят четыре километра все нормально ну как вон ерится слушай я даже на момент забыл что я на ежей еду вообще еду просто так на бон туда-сюда не даже фуры обходим без проблем у тебя правда мне бы звезду надо поменьше виду сейчас я еще карбюратор подключу немного объединить надо смесь да она богата обязательно бензом вонище вообще едет но хотя с другой стороны лучше побогаче на жару все-таки воздушка пусть он будет жрать побольше немножко ну ты доедешь а и 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 Два раза всего заправлялся. Два раза всего заправлялся. А пусть едут, а то они остановятся. Сейчас опять проболпает. А я думал, думал, думаю, куда мне ее приделать. К хвосту нельзя. Не особо удобно. А так и заправлять нормально. И это неплохо. Что-то все жарче и жарче становится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 лайк аркадий сидим отдыхаем на привале под муром ваня подтягивай спицей как бы сейчас едем на рязань а у меня батарейка под сдохла на камере вот поставил powerbank пока маленький powerbank поставил вот и сейчас подтяну немножко хомут на карбюраторе потому что он подослаб под слез и начал подсасывать воздух вот такие дела но так в принципе все как бы нормально шестую сотку уже разменяли по километражу пока это рекорд посмотрим сколько мы сегодня намотаем вообще ну что хочется еще сказать по климату здесь по моему здесь гораздо жарче чем у нас это даже видно по деревьям и вообще по всему они посмотрите какое не тучки нигде как бы нет вот такие дела я спицы проверил все нормально все хорошо без всяких проблем даже подтягивать ничего не стал все отлично ну что у вас тут за дела я не знал что на еже я буду смазывать цепь масляная ваня болеть как на тракторе нет все таки появился личный механик так отвертку берем называться на еже тоже нужно смазывать это плоскость лучше это будет если вы не со своей смазкой вы будете смазывать на свой смазкой а вы чего обессилели без еды 600 километров почти проехали и уже все 561 вроде он идет там шикивай баллон все уже кончится ну чё молодцы чё сказать главное все вовремя обслужить все хорошо замочит как пломба на зубе посидит плотно гайка на звезде уровень нормальный личный просто в общем заканчиваем сейчас обслуживание ну и выдвигаемся дальше давайте я вам покажу что фургоне пойдем окажешь расскажи давай шестьдесят первого года я вон серёга расскажет и еще что и восемьдесят первого года из которой 130 тысяч проехал ну понятно это на котором все пойдемте смотреть вот видите стоят красавцы до крыма доедем и вытащим их тоже так что вот такие вот дела так запланировано за ехали дошилова еще раз заправились в общем спалил я на сотку сейчас 5 и 8 литров еду 78 75 80 километров в час как бы в воронеже все мы уже созвонились нашли звезду поэтому доедем до туда поставим и у меня расход сразу упадет я думаю что литров до четырех сейчас мы уже проехали шестьсот шестьдесят три километра ну что хочется сказать так то да конечно немного по устали но вот так походим разомнёмся и можно дальше ехать на письме накидку я на сиденье так и не сделал не было времени так еду нормально пока не отваливается ничего ну конечно прямо около аэродрома готовим еду угадайте что макарошки с тушенкой стерильная палочка никакой коронавирус не страшен проехали сегодня 682 километра все раскладываю сейчас палатку костерчик поужинари сейчас чайку попьем пакеты за собой уберем все завтра ну и будем уже укладываться завтра нам нужно по что бы то ни стало доехать до воронежа еще воронеж проехать километров 200 250 но воронежа поставлю другую звезду всем доброго утра кажется я отдохну в честь и тут роса как выпало доброе утро путешественники я надо чайку а чё ночью ваня катался на мобиль передвинул куда-то калич доброго утра добрый утро страна как спалось да прекрасно комары чё как юноша местные комары не трогали серега инженерную мысль проявил лифтом загородочку а ничего себе понял и мы в том пространстве ограниченном комаров всех убили настроение прекрасное сегодня надо еще сделать как минимум 500 километров заехать в воронеж мы поставить звезду потому что звезда там есть все как бы вопрос решился мотоцикл как видите стоит тут сырой как же хорошо утром вы себе не представляете как дышится легко обычно когда один едешь вдвоем заезжаешь какой-то лес прячешься чтобы тебя никто не видел маскируешься а тут байкеры ты посмотри какой ну да кстати самолеты летают станет путисты прыгают на такое место кстати с утра самолеты летали вообще кошмар подогреваем завтрак такие досочки у нас есть нашли тут давайте немного по технике поясню мотор с нагрузками справляется почти на максимальных оборотах иду считая без балансирного вала проехали за вчерашний день 682 километра все отлично пока цепь смазываю регулярно он видно даже смазка на ней сейчас тоже еще раз промажу цепь еще пока ничего не трогал не подтягивал видите да износ какой то есть изнашивается капитально ну а передок передок в принципе держится еще но есть немного закосы в эту сторону уже пошли я думаю что и передок тоже тронется поэтому что будет дальше с ним происходить вы все увидите я все расскажу вам ну а сейчас выдвигаемся на воронеж для замены звезды и уже считаю у меня скорость поднимется обороты двигателя упадут будут считай на средних держаться ну и экономия в топливе я думаю что литра 20 экономим точно на сотку сажда линин тебе огромное спасибо за спальный мешок отличная вещь вообще ну и сразу давайте вам я расскажу по палатке очень хорошая палатка мне понравилось все отлично не жарко в ней сетка есть он тут окно тоже сетка есть перед выездом я такую палатку купил а точнее супруга не нашла и купила вот такие вот дела если кому-то нужно будет название вот hunter 2 хорошие вещи можно показать посоветовать вам посмотрим какой сегодня получится денек у нас и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Здесь все стоит вообще конкретно просто Мы-то проедем, тут есть проблем по обочине Но как у нас ребята проедут на газели, вот это проблема Доехали все-таки Что-то жара по-моему жарче чем вчера Сейчас еще жарче будет Сейчас мы поедем по трассе Вот сейчас после объездной Тамбова А вообще борт жопа Там вот Такого не будет Это что такое, подсолнухи что ли? Это подсолнухи, они еще кстати Шлепы не вылезли Но ближе к югу они вылезут Поздно видимо посадили Мы в прошлый раз Ехали тоже В принципе в такое же время Плюс-минус 5 дней Они уже были распущены Ага Вот сейчас ближе к югу Там пораньше они спеют И ближе к югу будут по М4 Точно будет желтая уже все Жара конкретная Ну вот еду все в черепахе Все Ну там правда еще футболка одета Жуки встречаются, падают Прям быц Аж такие удары и жир сразу Ближе к югу мы наверное разденемся И футболку снимем Потому что будет еще невыносимее Будет еще жарче Да Наверное Я уже предполагаю что будет там Я предполагаю как они поедут Сейчас Вот по такой дороге Надо в общем это Двигать на Воронеж Пока они едут Мы как раз Подзаблудились чуть-чуть Указателей правда вообще нет никаких Я второй раз здесь был уже сегодня Я не помню Куда нет 176 значит Да 176 километров Уже Тамбов вот-вот уже рядом со всем Остановились Вот тут посидеть Немножко Немножко в теньке Потому что даже на ходу Не справляется ветер Просто такая жара Что Просто капитальная Что-то еще будет Сейчас Воронежская трасса Там хоть дорога и получше будет Но все равно пекло Будет нормально Надо к этому готовиться А тут кукуруза Я так понимаю Растет Целые поля Кругом Вот я не знаю Почему у нас В Нижегородской области Практически нет полей Все зарастает Бурьяном каким-то Глушь Самая настоящая У нас Зона Рискованного Земледелия Нет Хотя в Советском Союзе Все росло Все Все сажали И все росло У тебя какой-то живчик Уже сидит Уже сидит Это же Кеша Ну что погнали До заправки Заправляюсь Просто как этот Водохлеб Самый настоящий Это Женя Он постоянно 100 километров В бак 100 километров В бак Постоянная заправка Я вот как заправился С утра А Когда мы заправлялись Вчера Я вчера Как заправился Так вот У меня полбака Еще есть А канистра На всякий случай С бензином Потому что Вот В наших областях Ехали Ближайших Там Не хватало Просто приходилось Из канистры Доливать А тут Пока нормально Ну здесь Сейчас На развилке Как раз таки На объездную Там будут Заправка И там заправимся Хотя у меня Уже еще Километров Десять И я обсохну Надо будет Останавливаться Но канистра Есть Канистра Целая Нормально будет Да-да Поршневой И так Достается Надо ее Хоть Немножко Продлить И жизнь Десять И Десять Ехали, ехали и приехали. Идем в тенек. Сейчас сидим. Отдохнем. Мотики оставили там за спиной. Я думаю вам видно. В общем что-то на еже с тросиком сцепление. А отвертки большой нет. В маленькой не получается открутить. Вчера кто затягивал? Лайк поставьте Иванову. Открутить не может. Так что сейчас ждем. Не знаю час наверное просидим. Газель подъедет. Там у них широкая отвертка есть. Пока снимал стрим. Ребята уже ежа разбирают, делают. Все уже готово. А что случилось? Заскочил? Ну бывает да. Вот я о чем и говорю, что нужно постоянно следить за техникой. За любой абсолютно, чтобы она вас не подводила. Не важно японская, китайская, советская. Не важно. Вниз и вперед максимум. Давай эти тоже прикинь. Ну что? Не задевает? Не, нормально. Нормально. Подожди, все, не топай больше. Ага. 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 Горио. Очередная заправка. Здесь похожа от. Да. adjust. Ага. Буду Teachская CGκαжа Ага. едешь-едешь и конца и края нет подсумка отземлиться посмотрите какая черноземная высушена аж трещины глубокие черноземья здесь конечно тут можно сажать и сажать из конца красота такая по моему хлеба какие-то сейчас посмотрим что у нас тут растет вот знаете когда едешь через такие поля прям пахнет то хлебом то еще как-то вкусно земляникой тоже пахнет вообще чудесно все сейчас 40 градусов жары когда идет воздух он наоборот горячит у меня даже пальцы о загар южный проявляется похоже кстати тысячу сделали буквально 21 километр назад до воронежа осталось как хорошо дай климат уже южный дальше будет горячее климат вообще не такой как у нас просто небо земля м4 будет жесткая особенно воздушкам на водянке то едешь блин как бы греется очень сильно в этот момент мы не знали где находится техничка мы знали одно что нам нужно двигаться в направлении воронеж как оказалось мы поехали разными дорогами и вскоре встретились ребята до воронежа оставались считанные километры до воронежа буквально 83 километра догнали техничку стали чайку попили в общем выдвигаясь а сейчас воронеж один чтобы поменять звезду аккумулятора на телефоне и на камере было не совсем много поэтому я заранее созвонился с дмитрием метко и он со своим товарищем встретил меня недалеко от воронежа за что им огромное спасибо нашу встречу с дмитрием к сожалению не получилось заснять села батарея в общем ищем этот адрес куда чего приехать ну чё там патрубок который идет от фильтр бокса карбюратор он изначально был порван я его под восстановил и тем самым проехал на нем практически тысячу километров он был еще порван до меня я всего лишь восстановил его но как оказалось продлил ему жизнь ненадолго подсасывала воздух карбюратор через щель порванная патрубка и мотор работал с завышенными оборотами в городе была лютая пробка я оглушил постоянно мотор либо двигался на повышенной передаче постоянно держа мотоцикл тормозами то есть в натяг чтобы мотоцикл не орал вот так вот мы и доехали до того места где мне помогли другие ребята за что им огромное спасибо вот такие вот дела 1200 пройдены ребята за спиной давайте пока здесь освещение есть я вам покажу и брат сейчас больше стало потому что эти задействованы на поворотах плохо очень резина прогревается и не для асфальта на по грязям ездить вообще самое то так что вот жарко вот она продырявилась вот именно вот эта проблема и она и была у скутерса она изначально была на этом мотоцикле получается обороты большие держишь нормально на больших он едят еще но опять же все равно больше воздуха поступает сопротивление то нет через физкуста не идет и получается смесь то более обедненная чем но однако мотоцикл едет мотоцикл не подводит техника за любой техника еще раз повторяюсь нужно следить неважно японец это китаец доход чего советская техника да нужно следить обязательно а приключения без вот таких вот всяких ситуаций это не приключение это жизни а это все должно быть именно вот это заполняет нашу жизненную скучную картину так затянуто все супер на фиксатор затянул на совесть аж греется вот так вот не открутится поэтому у вас ступицу рвет потому что прослабляются болты и есть люфт небольшой и ее просто разрывает спицы кстати щетки ни разу не протягивал без напряга пойдут ну что в сутки 105 километров 110 где то в районе сотки должно быть так вот 6 зубов совершенно да да будет четко фиксатор хорошо сейчас карбюратор промоем вот ребята смотрите У меня для этих целей дорогу взят на пенниж. Можно сюда дотягивать, следующий сюда, туда уже не дотянешь. Ну все, готово, теперь можно наваливать. Ну вот и все, огромное вам спасибо за помощь, за все. Полностью спасибо большое и вам тоже спасибо. Встретили нормально, проводили куда надо, в общем, как вы видите, все проблемы, которые возникают вообще по жизни, они все как-то постепенно разрешаются, то есть такого не бывает, чтобы проблема создается и она потом так и остается. Просто проще на это насмотреть, как не будете разрешиться в любом случае. Главное, цель поставить и верить в то, что все будет нормально. Оставлю ссылочку я под этим видео. Ну вы поняли, обращайтесь, помогут, выслушают и оперативно подскажут все, что надо. Спасибо. Ну все, сейчас смотрим по геолокации, где товарищи мои, ну и будем думать уже, как, чего дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Мотик поставили под охрану, поехали за продуктами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стекло было рассчитано таким образом, вот когда сидишь на нем, вот, веревочки от этого вот так вперед. Короче, вот это все так рассчитано, у тебя по рукам ветра нету, вот здесь было стекло, оно разбилось, у тебя получается только вот сюда, по макушке ветер, едешь вообще комфортно. Угу. Ну а уже потом, со временем, это все поломалось дело. Давай расскажи, кто строил его. Строил отец. Делалось все, кто-то даже осуждал тюнинг, говорит, да кто так, что, делалось все именно по нужде, грубо говоря, глушитель задирался, потому что охотник, вот, а у Юпитера болезнь, постоянно на трубы садишься. Принято было решение все переделать под одну трубу, трубу задрать, потому что постоянно по кольям, по грязи идешь, вот. Стопак. Вот отдельная тема. Стопак сделан специально, потому что постоянно в ветке обламывались поворотники, все, принято решение было и поворотники, стоп. Вадим сделал бак Раз намешал бензина Залил И в принципе без лишних Газуля сделана Из какой-то импортной Еще годов 90-х Кроссовых мотоциклов Она изначально была пластиковая Но ее уже наши инженеры Доработали Сделали Как сами Спроектировали Взяли идею, спроектировали И получается как они доделали Сделали на нее уже тумблера А крышка старая Юпитера И вот эти инженера Наделали на столько их И снабдили клуб Павловский Павловский клуб Мотокроссников Снабдили все газулями Это все самодельное, аналогов нету вообще нигде Точнее как Идея взята была с японского автомобиля А уже вот это Все что они придумали Это только если Ну как вот Димка занимается Где-то на заводе Втихаря от начальства Сделать вот такую вот идею Так и они делали Кстати начальство их вообще по афряму От работы И получается освобождали И говорят Ребят мы это все почитаем Занимайтесь Мотоклубу привет Все дела Делали кстати вилки они точили Тоже заднюю подвеску Они полностью тоже на координатке На чем они делали Ну как бы вот Что еще Ну крыло Понятное дело Крыло задралось Для того чтобы грязь Вилка PS Вилка PS Глушители Кстати я даже не знаю Это не планетовский Ну и не юпитерский Юпитер он же получается Он глушить его будет Там же вообще там Расширенный Да А это какой-то непонятный А смотри Ну Удлиненный У юпитера амортизатор Вот здесь садится Видишь Да 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 Вот До варена Ушко Самодельный амортизатор С добавленной пружиной Мягкой Чтобы не так Отбивало в жопу Задний маятник Уже переделанный Вот там по моему Видно Приварено Приварено Вот Видишь Вот По моему А вот Сварочный шов Вот эта сама С какой-то иномарки Взята Она сидит на подшипниках Потому что На них вообще Изначально втулка там идет А здесь уже стоит На подшипниках И уже сама Вот эта вся Приварена Уже С ежа Вот Ну дабы Вот он идет Как по рельсам У них вот нет Вот этой болезни Что она вот так Играет У них же обычно Такая вот болезнь Ну в принципе Как бы Все по нему А Обтекатель делал сам Лепил Все это вот Отец Он сам там Это еще Первый Вот эти Вот он Клепленный Из чего-то Эбоксидка С материалом Ну да Что-то такое Но это Годово Это все 90-х Было сделано Поэтому Ничего не было Я у него тоже Сколько раз спрашивал Такие зеркала Все самодельное Мирогеты Поворотники Поворотники В какую-то машину Сделал С копейки Да С копейки С копейки С копейки Да Все оригинально Так и сделано И вот он Это такой советский Тюнинг Но тюнинг Этот был сделан Не Так скажем Не на красоту А на потребность На удобность Да Потому что Рыбак Отец он рыбак И охотник А какие планы У тебя на него Сейчас Восстановить Хочу Не оригинал А именно Как есть Но только Уже восстановить Что что есть Именно Именно Вот Правильно Так и надо Вот Надо Банки Привет Передаш По поводу Этого Сидеть Зажигали Нам нужны Размеры Мы на нем Будем испытывать Кстати О С этим Как бы Мы от скутера Найдем История у нас Тоже Мы Это Купили Электронное Зажигание Начинаем Туда Тулили Тулили Ну а Димка Он любитель Экспериментатор Я говорю Дим Ну может Мы загуглим Информацию Найдем Он говорит Да мы еще Методом Тыка Сейчас все Сделаем Ну и Натыкали Мы Сгорел Коммутатор Коммутатор У нас Первый Задымился Он говорит Что-то мы не то Наверное сделали Яму Нашли Отжигулей Все Заработал Ну таком Удалим Динят Понятно Плюс О Искрит Все нормально Отличный Аппарат А так Все Родной А Единственное По-моему Там еще Есть Такой Прикол Вот Эти Пластины На Которые Вешается Их Тоже Переделывались И у него Нету Вот Этого Скрежета По крышке Когда Цепь Болезнь И Отец Еще Тут На Вот Этому На Этой Крышке У них Успокоитель Взял По-моему Как Называется Мягкий Капролон 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 А у них Болезни Постоянно Рецепт Тока Немного Большой Износ И уже Начинает По крышке Будет Грум Как В принципе Он сейчас Именно В таком Состоянии Как Я В этом В юных Годах Я как Надеем Издевался Так вот Он и Остался Поэтому Я Только Единственное Пытался Зажигание Электронное Вставить А так Еще Ни Каким Остановлением Ничего Не занимался Только у меня Планы Хочется Делать По уму Потому что Этот мотоцикл Его настолько Отлаживали В свое время Он С легкостью Проезжал И 200 И 300 И 400 Вот как Мотокросс Идет клубом Он по городам Как гастролями И вот Ребята На них На мотоцикл Сопровождение Говорит А же истории Были Говорит Коленвал Брюкзак Один Не Раз Один Положил Шич Говорит Че дурак Говорит Да мало И че И поменяли Не зря взяли Прям на коленках Все заменили Все собрали Нагнали всех И все нормально было Поэтому мотоцикл Надо его восстановить Надо все Сделать Чтобы он работал Ну все Конь будет Ночь стоять Счастливо Удачи тебе Ночь простоит А завтра Жанна утром Помчу Видите Дождь пошел Не знаю Как будет Завтра Но я готов Ко всему Так что Для меня Это не проблема В принципе Доброе утро Два часа Поспали Вчера Пока скидывали Все Из компьютера На жесткие диски Пока поужинаем Пока чего В общем Нужно будет Сегодня Как-нибудь Выспаться Еще Так В принципе Вот Смотрите Вот такие Виды Тут Удив Кругом Был Дождь Кстати Вчера Довольно Сильный Да Под вечер Кучело Уже Все Сухое Одежда У меня Высохла Носки Ну Носки Чуть-чуть Влажные Ну а так Как ты теперь Ма уже нашел Всем привет Еще раз На четвертом этаже Расслабляет Шикарно просто Глаза красные Все как положено Ну я сейчас поеду Там Где спать захочу Там Остановлюсь Просто поваляюсь И все Как бы Меня никто Не торопит Где я сейчас Спать захочу Просто Остановлюсь И В тенек съеду Прямо там И завалюсь Поваляюсь Скажем Да Стоит На месте Нормальный Аппарат Мы сразу На 1-2-2 Ну все понятно Дим Спасибо тебе За помощь Здоровья А мы это Посмотрим Обратный путь Как Созвонимся Да Созвонимся Все решили Эта ночь Была изрядно Короткой Удалось поспать Всего лишь Около Двух часов Ужасно Хотелось Спать Но мне нужно Было Во что бы то Не стало Отдогнать Своих На тот момент Когда я Выдвинулся В направлении Ростова Ребята Были уже В Каменске Шахтинске Дорога Была Достаточно Трудная Очень Сильный Боковой Ветер Но я Не сдавался И двигал Вперед В общем Выехал С Воронежа Сейчас По платной Дороге Поеду Надо Догонять Ребят Мотоцикл Кстати Идет Бодро Вообще Чудесно Максималку Пока не знаю В городе Не проверял Сами понимаете Ладно Едем В общем Редактор субтитров Дорога Значительных Проблем Фуры Которые Постоянно Обгоняли Меня Либо Мне приходилось Обгонять Их Потому что За ними Ехать Было Очень тяжело Начинало Разматывать То вправо То влево Того И гляди Сбросит С мотоцикла Да Да 92 3 И Семен До свидания У меня сейчас Максимальная скорость Я пробовал 108 Но такой сильный Встречный ветер Просто кошмар Вот И от фур Еще этот поток Тоже идет Большой Это точные Уже показания А до этого Я же навигатор Не подключал И ехал По спидомику Он завышает На 8 Ну где-то Может быть 9 км в час Поэтому Вот Такая информация Для вас Интересна Жара Начинается Опять Похоже Буду загорать Вон Красные руки Посмотрим В общем Едем Дальше Еще где-то Наверное 400 км Я еще точно Не смотрел Жара Поднимается Руки Все еще Сильнее Начинает Загорать Открытые места Надо что-то Придумать Вообще И что-нибудь Поесть Наверное Сейчас взять Или воды Хотя бы Купить Зарядник У меня теперь Другой Видите Тот вышел Строя Товарищи Подогнали Товарищи 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 Завершает Не Много Надо Вообще Люто Прохватывать Я считаю Только к вечеру В Росток Приеду И там Еще Надо До Азова Несколько километров Не смотрел Еще 200 Где-то Товарищи 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 Давно Не было Заправок Поэтому Мне сейчас Самую Самую Крайнюю Заправку Надо Прямо Стоп Вообще Без остановки Едут Смотрите Что с резиной 7 миллиметров Осталось Вообще Пробег Все полностью 1600 километров От дома Отъехал Остановился В очередной раз Заправиться Обсох Не доезжая Буквально Полтора Два Километра Вы куда едете? Все Подпихай Ясно Ну расскажите Что было Так же Обсохли Один раз Удоволивали Один раз Серьезного Ничего Включения Едем Спокойно Крейсик 10-120 Выехали В час И одним днем До Ростова На Зеленый остров Это который стоит В центре города В реке Адон И там стоит Зеленый остров Фактически В центре города У нас там Знакомые У нас Вот так Все понятно Будем Кушать Ростовского Донского Веща Питерское Пиво Много Все ясно Медонских Раков Заодно То же самое Много Пива Ну удачи вам Во всем Всего самого Наилучшего Чтобы Все было Хорошо Я постепенно Километр за километром Двигался Вперед Заправки были Не везде Несколько раз Я обсыхал Но Канистра Выручала И я двигался Дальше И так Я и доехал До Камер-Сушетинска Еще немного И я буду уже На месте Где-то 250 километров Смотрите Что я тут Нашел Специально Остановился Чтоб вам показать Вот столько Здесь всего Есть интересного Жалко Что времени Мало Надо ехать Еще ночь Ехать Сегодня Отдохнуть Хоть немного Столько долго Я еще не ехал Но С другой стороны Тоже Подошел поближе В Каменске Вот такие вот елки Видите Планеты Всякие Ижи Мне так интересно Такая елочка сделана Просто замечательно Вот такие здесь аппараты Видите Капитальные Ребятишкам интересно Они вообще Бегают тут Фоткаются Я сейчас тоже сфоткаюсь Вот еще один аппаратик Видели когда-нибудь Такое Нет Оригинально сделано Жаль что ли Нельзя пока остаться Надо гонять Ладно Может Обратно Мотоцикл Молодец Не подводит Едет хорошо С этой звездой На 120 километров Теперь хватает Бака Но Бак Он полностью Не сливается Там остается еще Бензин Где-то заливаю Обычно На 250 На 300 рублей После камер Шахтинска У меня как будто Открылось второе дыхание Я выжимал из мотора Все что только можно Двигался Навстречу мечте Особой экономии Короче вот так Вот у меня Произошло Не оторвало Хорошо Поправлю сегодня Сейчас пока так Поехаю Расшел очень большой Ливень Я весь насквозь Промок И в это время У меня как раз Навигатор начал Купить И я короче говоря Ушел совсем На Краснодар Короче говоря А мне надо На Большое Там они стоят На Азове В общем Поэтому сейчас Буду перезабивать Посмотрим Что получится Из этого Навигатор ведет Какой-то дорогой Непонятно Видите да? 660 километров Я пока Проехал Скоро я уже Найду Где-то вот они стоят Там Но почему-то Меня дорога ведет Черт знает куда Скользкая глина Пятая серая Непонятно Здорово Здравствуйте Все поотваливалось Бляха-муха А ты так гоняешь Все Не могу заебался Поехать туда Давай теперь И самое первое Не есть Не спать Не пить Блок 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 Пить Ооо Что получше пошел? Да Сейчас все расскажу Знаешь сколько я сегодня проехал? 678 километров Еще водой меня намочило Полностью Промок Настеж Натер жопу Из-за этого Что вы тут делали? Как поездка была? Да нормально В ночь В ночь хуела Спать хотели? Спать хотим Что с жом происходило? Расскажи как было Да короче Что? Работал он На горячую Работал на горячую Все нормально Стоило остыть Отъебнуло крышкой муховика Открутилось просто Видимо Процесс Подъехал нормально Все прекрасно работает Мотоцикл остыл Из сил Клина Сейчас не снимает Цилиндры Не снимает цилиндры Располовинили его Завернули болты Загернили Вот видите Оказывается Как бывает Это для молодежи Это для молодежи Если у вас нет денег Если у вас нет денег Занимайтесь Сижу Кто весел Тот смеется Кто хочет Тот добывается Кто ищет Тот всегда найдет Это для активных Поужинал Все нормально Все сидят грустные Почему-то Я думаю Что думают О завтрашнем дне Или о сегодняшней ночи Там Азовское море Сейчас пойду Туда дойду Покажу вам И сам посмотрю Ни разу еще я у моря не был так близко Вот оно Азовское море У меня за спиной Как раз закат такой красивый Вон там видимо корабли еще Какие-то Первый раз я море увидел Даже интересно Волны Не знаю Сейчас подумаем Решим Если завтра По прогнозу Будет что очень жарко То поедем сейчас Опять А если нет То немного отдохнем Поспим Ну хотелось бы конечно Немного поспать Отдохнув буквально 30-40 минут Мы приняли решение Что стартуем дальше Я успел лишь буквально Сделать стрим на канале И мы поехали Дорога была ужасная Света не хватало Так как у Ивана Чистякова Отказала фара И мы ехали в направлении По сломанной Убитой дороге Краснодарского края По истечению Двух часов Двигаясь Полной темноте Меня изрядно Стало вырубать Один раз Я даже чуть не съехал С дороги И в тот момент Мы приняли решение Что нужно вставать На ночлег В общем-то Та еще ночь Получается Выдалось Ремонт дороги Ничего не видно Плохо очень Тепло Продолжение следует... Мы остановились Нашли какое-то место Прямо на обочине дороги Проехали мы от дома 2006 километров Все Уже темно Уже сил никаких Больше нет Все Поставили Под привал Сейчас паркуем Автомобиль И все Сегодняшняя серия Подошла к концу Всем добра Увидимся завтра Всем доброе утро Наступил Новый день Нагреваем Аппараты Будем выдвигаться дальше Немного проспали 5 часов сейчас А хотели в 3 уже выиграть Ночь пролетела быстро И более 4 часов сна Ужасно хотелось спать Но я знал одно Что сегодня вечером Мы уже будем Пересекать Крымский мост И это придавало сил Не только мне Но и всем нам Решили немного перекусить Вот взяли По булкам С сосисками И кофейку Что-то так захотелось Что-то поесть Что она у тебя Выползает Покажи хоть Что-то зацени Что-то зацени Едем, едем, подостановились немного, в общем. Вроде как кажется, что прохладно, вроде тянем на юг, а сегодня такой день, очень тихо. Почему вчера по погоде посмотрели, что жарко будет? Или уже нам кажется, что там холодно, потому что к жаре мы привыкли? Не знаю. Посмотрим. Резко меняется. Здесь будет сейчас 36, 40 тепла, потом резко 20, дождь, а потом опять через час, через два уже не будет следа от дождя. И, кстати, тут влажно, я проснулся, влажно было, и сейчас вот сколько ехали, отбывает до сих пор полусырой такой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В очередной раз закончился пензин. Заправил с канистрой, сейчас поедем дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем-то на меня косо смотрят полицейские, а их тут очень много, прям вообще кошмар. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выровнял. Пройдено уже 2280 км, и внимание, что здесь у нас. Дальше Крымский район. Дальше Крымского моста осталось 50 км. А то вы спрашивали, что как-то, что, цепь, да. Все нормально, настроение хорошее. Да, пусть не выспались, но это ерунда, мелочь. Вода от пыли просто выкатывается. Ну, еще и от того, что мало спали. Решили на заправке, в общем, подкрепиться. Купили опять всякой подобной берем дыры. Чуть-чуть перекусим и поедем дальше. Вань, как тебе дорога? Дорога ужасная. Вот эта вот, которая вот до Крымского моста, вот 60 км. Там колеи вмятельные дороги, ветер боковой. Вообще кошмар. Ветерский. Разметка вообще непонятная какая-то. Короче, не особо. Может кому интересно, вот эти вот две булочки и кофе. 500 с копейкой. Походим. Хорошо сказать. Стоп вам. Хе-хе. Подъезжая все ближе и ближе к Крымскому мосту, ветер все значительно усиливался. И в конце концов, стал настолько сильным, что по Тавриду мы двигались почти точно так же, как и уехал по трассе Дон. Ужасный боковой ветер. И мотоцикл приходилось постоянно. Давид к асфальту. Его просто срывало. Было страшное галактирование. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, несмотря ни на что, мы пересекли Крымский мост, остановились, закупили сим-карты и двинулись дальше. И успокоились. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ветер настолько сильный, что просто срывает. Один раз выехал из этого набора, что так сильно сорвал. Просто кошмар. Просто елишь, и у тебя постоянно вот такой, постоянно ветер очень. Ветер очень сильно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 1411 километров именно до этой точки от дома. Нормально, да? Ну что, сейчас стримик запилим. Может, получится чего-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сим-карту, если что, вот здесь можно оформить 500 рублей 14 дней. В смысле, та сим-карта, которая у меня, она не работает? У нас роуминг, а роуминг, там конские цены, там 3 рубля 1 мегабайт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, наконец-то мы на море. Сейчас я вам покажу. Я сам вообще первый раз на море. Поехали дальше искать место, чтобы сразу там потом заночевать. Потому что здесь-то ничего нет. Так перекусили только, зашли в магазинчик, в ресторанчик и все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 вот какой пробег 3499 километров вот смотрите я наверно буду всем теперь показывать каждый день вот чтобы вы видели вот такие тут строения нашел не знаю что за они интересные и Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Как бы это все надо, надо немножко кулак пролечить. А самое дальнее, куда я купил, где там, это Волгоградская область, то есть полутора тысячи. Все понятно. То есть я тысячу преодолевал на Питере за 20 часов. Тот, кто ездит на мотоцикле, не стареет, он просто покрывается хромом. Да, и чем старше, тем толще слой. Да, вот и посмотрите, особенно если Тубай. Вы посмотрите, какая красота. Вы смотрите, что там. Вы знаете, как это здорово. А тот Юпитер с 81 года рождения, который купил мой отец фронтовик, отец фронтовой шампер с 910 года рождения, живым пришел. Меня родил 9-го, а 9-й у него последующий. Вот он стоит здесь в фургоне. Он давно, этот Юпитер, мечтал покататься по Крыму. То есть вопрос следующий. Все будут интересоваться, когда мы его будем доставать. Завтра с утра, и мы поедем вот на эту гору. Ее, кстати, не видно, но это гора Меганом. Вы посмотрите в интернете. И мы помчимся на эту гору. На Юпитер 4, 81-го года выпуска. Ничего себе. Который проехал 130 тысяч по стране. А есть еще с ним старушка Ява, 61-го года. Можно перебить. На ней кто? На ней вот сын. Можно перебить. На Авантисе ездим по дорогам общего пользования. Да. А на Иже ездим эндурить. Да. Как раз рационально используем технику. Вот Серега на Яве поедет. Вот он, кстати. Моя история началась, наверное, с 13 лет. Когда у меня появился Минск лет 12, вот отец мне его купил. Потом мне захотелось что-то помощнее. И у нас возле старого сарая, под проливным дождем, наверное, несколько лет стояла вот как раз Ява, которая стоит сейчас в этом угоне. Мы вытащили ее оттуда, затащили в механическую. Отец перебрал двигатель мне. Я покрасил проводочку, что-то сделал помаленьку. И вот сейчас мне уже 26, а все еще эта Ява ездит и радует меня каждый день. В этом году с этой Явой случилось невероятное. Впервые за всю историю на ней появились бесконтактное электронное зажигание. Плюс к этому появились задние тормоза, что немаловажно. И появился багажник. Классный. Правда, не оригинальный, не Явовский, но все же очень хороший. Ижевский. С полками, все как положено. К тому же на Яву в этом году сделал гидравлическое степление. Все-таки у Ява полуавтомата это слабое место, поэтому я решил тщательно подготовиться к поездке. Ну и планирую проехать на Яве здесь, по Крыму. Тоже это моя мечта, наверное, с детства была. Я хотел проехать на мотоцикле. Много километров попутешествовать, посмотреть. К тому же я еще и море-то не видел. И в общем-то вот так все оно и получилось. Я как раз тогда приехал к Ване в гараж, и мы тогда снимали видео. И именно в тот момент вот какая-то искра просто пробила. И я тогда еще спросил, может мне собраться. И вот я собрался, но поехали мы не на Алтай, конечно, а в Крым. Но может быть мы поедем, конечно, и на Алтай. На Алтай, конечно, съездить бы здорово было. Я бы очень бы этого хотел. На Алтай обязательно поедем, не следующее, да? Ну да, Ваня говорит, что обязательно поедем, но давайте мы будем держать вас в курсе. Дерзайте, мечтайте, собирайте из металлума все, что можете собрать. Не бойтесь ментов, езжайте, докуда доедете. Может быть вам повезет, вы доедете до Крыма. Если не получится, бросите в кусты, едете на попутном транспорте. Но юноша, настоящий юноша, он рождается воином. Поверьте мне, поверьте мне, сыну фронтового шофера, настоящий юноша рождается воином. И если он будет, все будет прекрасно. Собирайтесь из металлума, езжайте, докуда доедете, насколько это возможно. Заменивайте денег, но дерзайте, мечтайте, делайте, и все у вас получится. Упался в море. Да, вообще. Соленый вкус вот этот. Я счастлив, как он. Я давно таки, мечта исполняется. Давайте вам сейчас покажу гостя, который к нам пришел этой ночью. В общем-то, приходил к нам еж. Мы его покормили пиццей, и он куда-то ушел. Я пока ходил за телефоном, а его и след просты. Обидно, конечно. Ну-ка, иди-ка сюда. Только меня не кусай, пожалуйста. Ну вот оно, море. Почти две с половиной тысячи километров. Ну-ка, Серега, ну-ка. Да, нормально. Пошли купаться, что ли? Как водичка, Жень. Чем, я? Моя. 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Заказали соляночку Сейчас покушаем, посмотрим, как будет заходить Ну все хорошо Огромное спасибо людям, которые помогают в очередной раз, участвуют в этой нашей авантюре Данные все скинули Ну что, как дела? Я вот на ту гору поднялся, ты видел? Когда? Вот на ту, только что Ты туда ездил что ли? А я видел, что там, конечно, у самой горы, у самой вершины А там склон просто, ногами заходишь Ноги уже скользят, срываются А я на яве туда забирался В общем, еле разверну я туда Вау! Это первый вес в пол, короче Сбирай, сбирай И вот метр от ватки Я там на ногах не могу стоять А, сыру И что ты как? В общем, что? Ситуация В багажничек подтянул, потихонечку Раз Колесом передним повертел Она чуть более съехала Передком На тормозах Скатился Ну все, поехали мы в общем кататься Смотреть побережье В общем, остальное Ну а вы просто полюбуйтесь Сейчас посмотрите Какие будут красивые Ну, как-то так Смотреть побережье Вы, короче, путешествуете, да? Нормально Да нет Честно Вот я машину У меня вчера труба оторвали Короче, уголок Пацаны не увидели Я дал машину Вдруг Вырвал Я себе сейчас хочу купить Этот Гавасаки ЗЗР-600 футбол Чем он тебе придется? Блин, там оно одно место На спортивном Я себе хочу спорт такой Здесь 200 кубиков Это вообще моего сына Мой сыну 12 лет Это ему купили-подарили У меня, видите, панелька разбилась В гараже стоял Упал кайчер Пограти на нем ездить Ты съездишь нахуй Везем Блин, ты съездишь У нас нормально Это индийский? Да Это говорят качественная машина Ну, это КТМ то же самое Да? Ну Я вот сравню, как я вас 150 кубов? 150 кубов Ну, везу погнал побольше 16 Сотню идет Ребят, хочу себе Я отдал Я сейчас заправился И сейчас поеду Субтитры сделал DimaTorzok мне понравилось я думаю вам тоже понравилось вообще так здорово по таким дорогам идти прям поворачивается все такие красоты море тут тоже в стороне так здорово я так счастливасти честно вот и морское такое но первый кемпинг мне понравился там как-то красивше что ли но вот дорога вот эта вот очень чудесная обалденная просто а это похоже дубы маленькие такие тут растут слышите какие-то насекомые шабуршат что-то непонятные кругом везде вот такие здесь деревья и вот такие здесь ну как обстановка перелив бензика а мы тут такие заправляемся подъезжает машина 52 регионы в общем шахуня подрулила ну че очки нормальные? ну че очки нормальные? приехали на набережную судака сейчас пройдемся посмотрим что у нас здесь есть может быть есть что посмотреть все таки что нибудь мы с вами увидим интересное вот так движение такое нормальное все гуляют очень много туристов эти деревья вообще не знают что-то они типа рис и какие-то растут находимся в парке аттракционов есть колесо и самое то интересное что здесь есть это есть шар сейчас покажу шар а где этот шар что-то его увидеть не могу а вот он за спиной как раз ну рогатка в принципе небольшая когда я был в Санкт-Петербурге семь лет назад вот там рогатка так рогатка была здесь не знаю там даже несчастные случаи бывали я тогда вас спрашивал снова с отрясением мозга а тут не знаю вот высота думаете им там нормально было сейчас? ты поедешь? я поеду я не хочу сегодня утром кстати вот оттуда мы заезжали у нас коллеги появились я где вам показывал именно дорогу до морского а так то шатается да это вся тема а вон смотрите тоже ребята там пивыркаются такие наши столки шатаются им там неплохо интересно? нету не риск нету вот крепость какая крепость такая крепость то как называется? это ласка нету знаете самое главное чтобы не отвалилась кабинка а так то все нормально она как то шатается сварочные швы вовремя бы конечно показать но они вроде прям дайте наконец-то скрыться смотри люди как муравьи маленькие все я так думаю мы завтра на крепость там просто мимоходом заедем так что будете в судаке можете сюда заходить много аттракционов ну мы вот только на колесо обозрения сходили напишите в комментарии понравилось вам вообще это колесо обозрения а тебе то хоть понравилось? ну так то да ничего в общем походу Юра купил два билета на эту рогатку меня хочет позвать туда чего сидят сидят ну ездят на колесе там такой вид красивый вот на чем надо ездить поехали давай 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 конечно короче ребят едем едем тогда ладно едем стоп the music get ready for the countdown на на ты о гляну одвое Ребят, это было здорово! Заезжайте в судах на эту ракатку, это просто чудо какое-то! Сначала, когда поднимаешься, такие перегрузки чувствуешь, а потом как бы нормально становится вообще. Давай руку! Пару слов, Евгений! Мне понравилось, сейчас еще метод сделаю с пинем на телефон, и это будет на канале! Будет так здорово, что вы все увидите, ребят! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал! А вот еще крутятся тоже кто-то! В общем, много здесь всяких аттракционов! Ну как мы там были вверху, что скажешь со стороны? Прикольно! Выглядит круто! Очень круто! Море слева, там крепость на горизонте. Народу очень много, сами видите! Все приветствую на канале! Новый день! Ветер настолько сильный, что палатку сегодня. Вчера ветра не было, и окошки нет. Ну, сейчас вот если уходить, она прям так и поднимается со мной. 6 часов утра. Ночь выдалась сегодня, конечно. Дальней рекламы. Я не знаю, вы меня сейчас слышите или нет, ветер съеден. Потому что палатку сдувал, током не спал. Посетил только, чтобы ее не внесло вверх на палатку. Понимаем? Вот так вот. Вот так вот. Так вот! Вот так вот. Есть! Очень вкусно. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Материал. Да, уже все. Шлем оставил. Тут интересно такой рельеф. Видите? Ветер встречный. Удовольствие конечно. Пошли до верха почти. Солдатка по ладони отсюда. Солдатка по ладони отсюда. Это другая сторона крепости. Видите, да? Ракушки, камушки. Раствор это такой. Их кололи похоже. Гранит есть. И какая-то порода пористая непонятная. И вот эти, которые продольно раскалываются. В общем всякие тут есть. Да, видно, что их кололи. Чем-то раскалывали. Ну и вот этот раствор, он выкрашивается. Он умывается оттуда, умывается. Он белый на руках. Интересно. Абсолютно везде все закрыто. Везде удобно. Если захотел зайти, нужно заплатить какую-нибудь сумму. rồiзо. Еле я вам покinum. Итог. Сов brickへ. Нечто спереди. Ваша, фермиста. Музыка 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 Вот такое видео получилось. Выходим из крепости и двигаемся дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Наш подходит вот этот оранжевый, но вы в персах вам можете. Держи. Все, погнали. Работает кондиционер. Как едем? Быстро, медленно? Быстро едем, конечно. Зачет наедину вообще. Да, ребята, вот она тропа, по которой все ходят. 4 километра в одну сторону только. Ну а мы решили, договорились, чтобы по этой тропе не ходить. Сейчас до туда доплываем или доходим, как там правильно. А потом в открытом море купаемся и обратно. Вот и все. Отлично идет. ВалMedio. Держи. Вал野. Пресс-инкеркуля diesem помидор все равно все равно. Держи. С десятой с blandеткой покuther. Все, остановились. Искупались на Царском пляже. Вон там как раз. Ну все, двигаем обратно. Во, супер было. Медуз много плавает. Замечательно. А вон она тропа как раз. Она идет еще и через горы, считай, продоблена туда. И верхом идет. Как-то так. А вот там солнечная долина, где мы были. Это было здорово на самом деле, понравилось. Остановились и чисто случайно, вот смотрите, я вам хочу показать вот такой вот интересный насекомый. Вон побежал. Опа-опа. Это, я так понимаю, богомол. Вроде как. Вот он. Видите его? Прячется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Приехали в Ялту. Ночь уже, в Алуште сначала хотели остановиться, но там получился такой казус, в центре, в общем, чуть мотик не угнали, ладно, вовремя подоспели, двое свалили, я и не побежал как бы за ними, главное, что мотоцид остался, а сейчас вот перекусываю пленниками, и остановись вот в этом месте, не поставить, вообще мы еле нашли, чтобы машину поставить, мотоцикл, мотоцикл, мотоцикл вон стоит, ну что сделать, нужно как-то оставлять что-то, сейчас на скорость поставлю и скручу ножку, чтобы укатить не смогли, спать хочется и есть, все, выпуск на этом закончился, всем до встречи, удачи, с вами был Жене, это противоугон, на всякий случай, включена, включена первая передача, конечно можно сцеплением выжить, мы будем надеяться, что надеем умный, это умоем не ставить, все, уходим, а утром-то здесь красотища, встали в 5 часов, чтобы уехать, чтобы никого-то не напрягать, смотри, какая красота, вот, но что-то этого не было видно, а днем-то, вообще красиво, здесь вот такой вот камушек, нашли, указатель, куда нам идти дальше, а я думаю, кто-то там как-то подхрюкивает, это он, смотри-ка, павлин, что ли, или что, как он там, страус, наверное, едем сейчас дальше, будем искать место, где остановиться, потому что здесь сейчас, через 2 часа, наверно, будет народу тьма, все, едем, ножку поставил, едем в Семеиз, у меня сел телефон, поэтому газели у нас надеются, поездка там, едем куда-то, впечатляет, конечно, вообще, вот это все строение вот такого типа деревья, вот, у нас таких просто нет, гора кошка, интересные растения, встать негде там, и кемпинг очень маленький, и это, короче, еще и дорогой, и моря там ни хрена нет, на кемпинге места не было, поехали искать дальше, но проблема в том, что люди сейчас просыпаются, и газель, соответственно, проезжать особо не может, слышите, как кричат цикады, а мы думали, за нами, припарковался, через бордюр перескочил, прямо у дороги персики, я думаю, вот сейчас заточить, что ли, проверить, обедаем немного, сейчас откроем тушнер, откроем консервы, печенье, хлебки, в общем, перекусываем, ну и по обстановочке, все-таки думал, я думал, и пришел к такому выводу, что вот эти вот, что это персики или яблоки какие-то непонятные, и оказалось очень вкусные штуковины, обалденные просто, с локти, а Ваня уехал решать вопросы, с газелью искать куда ставить, сняли жилье, на сутки, вот здесь, в общем, мотик под охраной, подзарядимся, отдохнем немного и завтра опять куда-нибудь двинем, в Ялте находимся, а сегодня вечером, наверное, прогуляемся до моря, там потусуемся, вот такие дела, Ялта город, пока положительные впечатления, все нормально, везде все зеленее, тут и коциды, или как что-то называют, кричат, ну все нормально в общем, очень много всяких разных растений, плодов растет, а вон и пальмы видели когда-нибудь? я лично вообще, первый раз вижу пальму, первый раз такое чудо вижу вообще, дворик покажем вам, мне пальмы нравятся конечно здорово, аврикосов наверное, килограмм, уже полтора сегодня сил, заточил, на дороге нашли, вон они кругом валяются, как вы сказали налево, повернули направо, и тут тоже вон, красиво тут конечно, всякие закололки, дворы, идем окольными путями, о, еще растения, интересно, бамбук что ли? ну красиво же здесь, так ведь? красивый город вообще, обалденный, мне понравился, купили билеты на теплоход, в общем, сейчас пойдем, красоты смотреть, вдоль берега, все, зашли, ну, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это чисто классика. У нее есть этот движок шестерка, а просит растут. Смотри. Откуда знаешь, какой мотор? Когда я ее разглазил, я думаю, что мы были поперед. Серьезно? Конечно. Вернулись в прогулки. Насобирали тут местных кладов всяких. Я уже их замучился есть, но прямо они сладкие. Я их ем без конца, ем и ем. Надеюсь, ничего не будет серьезным. Ну, а так тут, что не дерево, то просто потрясающе. Красиво какой-нибудь или с плодами. Да, Сереба? Да, очень хорошо. Вот. В наших проектах такого не растет. Да, такого не встретится всем. Ночу их газели. Как видите, до набережной где-то километр. Ребята ночуют в квартире. Я зарядил все свои гаджеты. Мотоцикл загнал сюда. Кузов проявил птичинность. Нужно переночевать эту ночь. Завтра подзарядить телефон. Выкачу мотик. Поеду в планы. За резиной. Город я посмотрел. Мне все, в принципе, понравилось. Город неплохой. Все хорошо. Но все-таки я хочу быть ближе к природе, а не сидеть там. В квартире. Поэтому вот такие решения я и принял. Ну и на сегодня все. Следующая серия, как обычно, начнется завтра. Всем добра и удачи. До встречи. Всем привет. Утром наступил. В 7 часов. Спалось замечательно. Иду сейчас на квартиру вымыться. Ну и потом, наверное, стартану дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Я доехал до Симферополя. Через залуж, что-то. Через перевал. Погода там немного другая была. Холодная. Ну а сейчас я приехал в Симферополь для того, чтобы поменять резину. Передняя покрышка уже готова. Сейчас еду за задней. Ну и все это дело портируем. И все, я стартую. И дальше опять в Ялту. Откуда уже все по распорядку, как намечено. Держи. Ну а это задняя покрышка будет. Вот в этот магазинчик приехал. Все оперативно решили без всяких проблем. Чтобы не терять время, приехал на шиномонтаж. Сейчас быстренько поменяю покрышки. Отдохну, посижу немного. Ну и поеду в Ялту. Вот так и здесь покрышки. Все накосую. Все неровно. Большая вибрация идет по асфальту. Янг Синг. Общий пробег 3,905 километра. Это тоже для тех, кто спрашивал. Какой у вас адрес на всякий случай? Чтобы мало я буду. Арабачка, СТО. А город? Симферополь. Так что заезжайте. Все быстренько сделаю. Все без проблем обслужат. Все что угодно. Верно я понимаю? Да. Смотрите, ребята, такой шинный шаш. На новой резине. Перейдет, правда, бушко. Огромное вам спасибо, мужики. Да. Заезжайте, кому нужно. Адрес уже был. Вам все исправят, все сделают. Масло еще. И еще ребята мне подарили перчатки. Большое спасибо. Группа ВКонтакте. Сайт. Ну и номера телефонов вы видите сейчас здесь. Так что приезжайте. Все здесь есть. Есть огромный выбор всего. Экип, резина, все, карбюраторы. В общем, вся мелочь, тросики, все есть. Большое вам спасибо за все, за помощь, за поддержку. Да. Так что, ребята, пообращайтесь. Адреса вы видели все здесь ниже. Доехал до Ялты и за час сорок один по навигатору сидели. В общем, все, резина на месте. Все отлично. Сейчас немного поменяю масло в двигателе. Посмотрю еще, какие узлы может быть протянуть и как бы все. Находимся в леске. Нашли спокойное место, чтобы слить масло. Масло, ребята, просто жесть. Ну, уже сработано. Давно бы надо было поменять. Общий пробег 4001 километр. В общем, 3000 на этом масле мотор отработал. Это как раз вот я 3000 на сегодняшний день откатал в мотопутешествии. И еще нужно ехать обратно. Черный. Отработанный. Я никого не обманываю. На самом деле, столько на нем прошло. Это мотюль был. Масло буду заливать вот такое. Середина. Цепь подтянул, промазал. Карбюратор снят. Сейчас ставлю другие жиклеры. 132 главный стоял. И холостого хода 32. Сейчас меняем. Ставлю 128 и 30. Вот таким способом. Это ты, руки. Ты покажи, да? Видите, да? Обломанная она была. Главный дозирующий жиклёр, конечно, другой немного. Потому что родной-то был вот такой вот, высокий. Но должно все работать. Все отлично. Едем в то место, где в 45-м году решалась судьба мира. Это обязательно нужно вам показать. Ну и на канатке прокатимся. На горячей. Договорились между собой. В асферах влияния. Да, вот туда и едем. Вызвали такси. Вот это. Мотоцикл в кузове. Сами понимаете, потому что опасно оставлять. Был уже один инцидент. И как бы не хочется повторения. Вот он, Леводейский дворец. Судьба мира здесь решалась. Договорённости были подписаны. В 45-м году, если я не ошибаюсь. Сюда обязательно нужно было приехать, посмотреть, где это происходило. Сувенирные монеты можно подкупить. Третий император. Это... Третий император. Третий император. Здесь воздух особенный какой-то. На самом деле пахнет чем-то, что-то цветет. Посмотрите, какая кора. Очень интересная. Такое ощущение, что она прямо легкая какая-то. Ну да, она вообще прожимается. А это не пробковое дерево или случайно? А вот ещё одно. Тут вообще непонятно. То ли кора, то ли её вообще нет. Она слезала. Идём дальше. Мне вот такие нравятся деревья. Прям пирамидки такие красивые. А вообще, смотрите-ка. Я не знаю, сколько у него метров в обхвате, но это просто огромное дерево. Какие-то грибы на нём растут ещё. Тропа действительно большая. Довольно уже долго идём. Жарко очень. Идём вон, загораем. Жара за сорокетку. Мы уже как-то привыкаем к этой жаре, если честно. Не так тяжко даётся, как в Воронеже изначально. Добрались до камня, что мы прошли 1200 метров. Вниз, я так понимаю, да? И вон угол подъёма написан. Но я не разберу, что тут такое. Народу здесь вообще мало очень. На этой тропе. Я думаю, что подниматься мы будем... Делать иставки. Часа два назад или нет. Да. А может быть, там есть вариант такси вызвать. На Ипетре сразу на канатку. Я думаю, да. В общем, посмотрим. Потому что подниматься вот туда... Вы представляете? Около, я думаю, около 500 метров. Да. Да, а потом тротуарные дорожки такие идут уже дальше. А здесь только ступеньки, потому что спуск очень крутой. Пришли вот на такой нормальный пляж. Вода чистая, видно даже отсюда. Всё, сейчас купаемся тогда. И двигаем на Ипетре. Море тёплое. А вот там гроза сейчас будет. Похоже, сейчас нас промочит до нитки. Гремит гром. Подниматься тяжко, конечно. Скоро начнётся дождь. Дождь начнётся, не знаю, мы на Ипетре сегодня попадём или нет. Потому что вряд ли в грозу будет работать канатка. Но хотелось бы. Потому что надо бы уже выезжать. На озеро хочу попасть. Прям вообще желание большое есть. Все, кто там был, очень советуют. Да, и земляков встретили, тоже сказали, обалденно. Да. Поэтому надо туда попадать. В любом случае. Такой уклончик. Я думаю, вам видно на камере. Ветер сильный поднимается. Начинает всё раскачивать. Вот такое интересное место. Если будете в Крыму, то ходите обязательно. А так, если честно, мне гроза нравится. Сейчас ливанёт походу конкретно. Покажу вам механизм на окнах. 911 год. Я не знаю, видно тут, не видно. Но вот ручки. Всё продумано было. Фиксаторы, чтобы окна открывались. Под определённый угол. Вот, видите. Качественно всё делали. И вот это я не знаю. Либо буб, либо дуб. Но у древесина такая, наверное, пропитана чем-то ещё. Шикарный сделан на веках. Мотоцикл потихоньку готовлю к завтрашнему старту. Всё приматываю. Всё приматываю. Также приматаю палатку, коврик и спальник. Потому что завтра я поеду по южному побережью Крыма. Планирую заехать на озеро. Всё-таки. Ну и я там уже посмотрю, отстану от остальных или нет. Но, в общем, чтобы быть автономным. Вот в чём смысл. Красиво здесь всё-таки. Но тянет домой. Очень сильно тянет домой. Завтра ещё разок посмотреть море. Ну и можно ехать. Резина теперь установлена. Ехать будет лучше. На старой резине, считай, я прошёл 3000. Но на этой посмотрим, сколько пройдёт. Две с половиной, я думаю, точно прыгну. На сегодня всё. Я прощаюсь с вами до следующей серии. Перед выездом залил полный бак. Обнулил. Километраж. Настроил карбюратор. Жиклёры вкрутил к руке. Вы сейчас видели. В общем, посмотрим на сотню. Сейчас будет готовый расход. Всё, еду на озеро. Попытаюсь найти дорогу. Остановился нарвать шишек немного. Мне просто интересно стало, будут семена деть или нет. Можно ли их вырастить у себя дома. А запах тут такой стоит приятный. Прямо насыщенный. Чем-то похож на можжевельник. Но гораздо сильнее такой запах. У нас в лесах тоже ходишь, можжевельником пахнет сразу чувствуешь. Но здесь прямо настолько много этих деревьев, что просто запах прям такой сильно насыщенный. Еду я сейчас один. Как видите, взял такую палатку, коврик и спальный мешок. Это на всякий случай. Случай того, что если мы немного разойдёмся. Ну а так мы планируем вообще-то состыковаться. Все остальные поехали через Севастопольку по трассе. Ну а я решу песню. Привет, земляки. Ох ты, ни хрена себе. Чё, как ты тут так видишь? А ты как тут? Так видишь, как. Привет. Как ты именно тут? У него знакомого? Да. Привет, Женя. Он тоже с шахуней. Ему тут был сейчас свидетельство. О, ничего себе. Видишь, как получается. Повернул с трассы на Междуречье. И сейчас нужно будет проехать буквально 5,7 до поворота. Алушта там, Судак там. То есть, вот так для ориентира по какой дороге я еду. По южному берегу Тренов. Иду накатом. В общем, заправок здесь не особо много. Следующая заправка только в Судаке. А с той стороны заправки были только в Алуште. И поэтому, чтобы как-то сэкономить в топливе, чтобы заехать на озеро, если я найду дорогу сейчас, я накатом просто иду и всё. На этой резине ехать, это просто сказка. Вообще хорошо. Вы ушли с маршрута. Вот оно. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Ребят, это не та резина, на которой можно ездить. Вообще нужно ездить здесь. Поэтому для таких маршрутов нужна другая совершенно резина. И таких дорог. По-моему, это не то озеро. Но так-то впечатляет. Везде горы. Вода, наверное, горячая здесь. Вода горячая. Горячее, чем в море. А там, смотрите, я заметил, в горах, не знаю, видно или нет, какие-то козы ходят. Я думаю, что это всё-таки не то озеро, которое я искал. Но всё равно хорошо здесь не понравилось. Поэтому путь вы знаете. И, кстати, на этой резине это самоубийство ехать по такому грунту. Очень плохо и тяжело. Она вообще не держит. Скользит по этим всем камням. заехал на заправку. Теперь немного по расходу. Насколько может. Меньше. И 130 километров, если вот видно. И заправил я 5,47 литров. Считайте сами, какой расход теперь на суху. Мотоцикл тянет нормально, всё отлично. У меня с вчерашнего дня отпуск, конечно. Всё понятно. Решили в Крым. Мы четвёртый год собираемся. И всё никак. А сейчас уже всё, поехали. Крайний раз искупался в Чёрном море в этом году. Надеюсь, что в следующем году я сюда попаду. Но хотя не знаю. Посмотрим всё под вопросом. Вот. Пообщались, побеседовали, в общем. Познакомились. А теперь пора дальше стартовать. Хорошей дороги. Рад знакомству. Спасибо большое. А вот смотрите, кстати, кругом деревья, одни плоды и всё такое. Это абрикосы. Давайте заценим. Я думаю, нас не заругают здесь. Попробуем. Не такие, как в магазинах продают вообще. Это что, поузырем? И то, да, ещё не спелый. Всё. Едем. Еду по Тавриде. Ветер ужасный просто. Остановился перед мостом. Стримчик запилить. Ну и узнать, где остальные. Резина достойная. Держак хороший у неё. Идёт отлично. Ну и Мишлен. Нормально идёт. Мне нравится резина. Галлопирования уже нет. Вибраций нет. Не передаётся. Всё чётко. Зальвы бензика перед мостом. Остановили меня тут на мосту? Удивились. Пожелали удачи. Спросили, откуда еду. Сколько проехал. Как на резине. В общем, столько много вопросов. Человек удивился просто. Сколько, говорит, ехать ещё? Я говорю, ну 2700. Может быть, если куда будем заезжать. Где-то вот так, говорит. Давай, говорит, иди в тенёк, заливай бензин, а то на мосту не встанешь. И давай дальше. Потому что до заправки, до ближайшей, 35 километров, где-то до Лукуловской. Поэтому, говорит, давай, давай. Пожелал удачи, удивился. Интересно вообще. Такие интересные встречи. Такие дела. А я еду такой. Там 50, а я как раз в навигатор засмотрелся. У меня 82, по-моему, скорость была. Думаю, бляха-муха. Тут камеры, думаю, ну всё, сейчас прим. А оказывается, совсем просто интересно стало человеку. Это, говорит, эндуро? Я говорю, да. Резину, говорю, поменял уже. Ничего себе, говорит, ты даёшь. На таком мотоцикле столько много километров намотать. приехали. Здорово. Ну чего? Как дела? Наконец-то мы с тобой свидетельствуем. Нормально, всё у вас, да? Один стильный ваш. А где? Вот, на газели? Куда он заехал? Они на газели едут. Да. Сейчас, вот, сейчас вот дорога уходит. Ага. Её сейчас по надбережью, вот за деда Малу туда поедем. Всё. Зачёвка как-то остается тут. Куда дальше ехать? Я думаю, что да. Мы уже сегодня до хера намотали. Ни одной мухи не было. Как заехали сюда, столько тли. У нас тут жарко. Сразу налетело. Ну что, пришвартовались на Азовское море? Да, мы не только по одному морю, мы по морям ездим отдыхать. Ну мы там на Азовском вставали, но там как болото какое-то, да? Это нормально. Пляж, видите, какой? Одни ракушки. Волны, вон какие огромные. Ну как вам море? Даже лучше. А? Даже лучше, чем в Крыму. Да? Вообще. Пляж вообще шикарный. Пляж песочный. Классное местечко. Да, где вончик, немножко полна колеса. Нормально. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно познакомиться. Видите, что за машинка, да? Это Ровер 200. Вов, расскажи хоть пару секунд. Под автозвук купил ее. Угу. Была в печальном состоянии, конечно. Ну, а так, по сути, вот что вы видите, это все сам делал полностью. Всю машину капиталил, красил, автозвук. Так что, ну, Евгений, покажи все, как оно есть. Да, я сам лично видел, какая она была, прямо от и до все фотографии, все это смотрел. Дверь чувствуешь, какая тяжелая. Я прям чувствую, она просто здоровенная. Она килограмм под сотен. Просто огроменная дверь. И звучит она, наверное, колоссально. Сколько ушло на, вообще, на музыку? В общем, подсчитывал, сейчас, на данный момент, с подсчетами, то, что еще сейчас придет железо, было на данный момент где-то примерно около 550 тысяч, вместе с машиной. Машину купил за 53 тысячи. Молодец, молодец. Я своего ровера, кстати, редко вижу, но тоже вижу иногда. Да, но если заглянешь туда, увидишь там. Это что, предохранитель? это ли кондитонат. Это аккумуляторы его на питание. Это что, новое питание. Ага. Пилтово называется. Нифига себе. А ты сам научился этому всему делу? интернет, где-то люди подсказали. а так делал сам полный. Это зло. Да. 450 кубовый, водянка. Сколько лошадей-то у него? 600. Мангальчик. Все дела. Не знаю, на китайских распутниках единственная цепь здесь стоит. Гидовская, сальниковая. За встречу, за знакомство. Спасибо за прием. Очень рад, что вообще мы наконец-то встретились вот так вживую и пообщались. Здравствуйте. Здравствуйте. Дополнительная. Давно я не был в Рогере. Давно. Чехлы. Смотрите. Всем, кто сейчас жарит шашлык, приятного аппетита. Ну и вообще, кто сейчас ужинает или завтракает, смотря кто смотрит, всем приятного аппетита. Посидели, поболтали. Ну, а о том, что будет завтра, в следующей серии. Всем добра, удачи. До встречи. Выкрутил свечу. В принципе, еще немножко бы объединить надо. Расход теперь 4,2 на суше с этими же клёрами. Едем кататься, посмотрим местные достопримечательности. А это резиня, конечно, печально ехать по такому кругу. КОНЕЦ 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 Это Тимрюк, военная горка. Видите, здесь ресторанатов всяких есть. Вот на этой резине, конечно, по такой местности очень не стал я догонять остальных. Решил задержаться в Тимрюкке, посмотреть достопримечательности. Видите, да? Техники всякой. Куча. Ну а чё? Почему бы нет? Я и так доеду потихоньку. Палатка, спальник, всё есть. Нормально. Какой вес у них, да? ИС-3. Экипаж 4 человека. Вес 49 тонн. Вот такие. Ну, мы сюда проехали через поле. Ни за какие билеты не платили. Все так. Видели горки какие были, да? на этой звезде свободно все поднимаются. Но резина, конечно, печальная по пересеченке. everywhere. Уицы неăm. Ten, neck beetje приятел, батк, который пойдет дохождён. Есть на что посмотреть, танк Т-72, вес 42,5 тонны, экипаж 3 человека, скорость 60 км в час, легендарная полуторка вон стоит, Катюша, вот машины были, да? Хорошее место, жарко здесь только, смотрите какие винты, большие. Всегда мечтал полетать на самолете, может когда-нибудь моя мечта осуществится, я все-таки пролечу на какой-нибудь малой авиации. Большой музей. Вот тут вот в середине, где этот музей проходит, вот там вот где вот это болото, это и есть вулкан. Мне Вова подсказал, здесь как раз кратер, вот эта вот низинка вся, весь музей на вулкане стоит. А там что говоришь дальше, есть грязевые гейзеры? А вот там сейчас, один поедем, сейчас два другого. Ну сейчас посмотрим. Сейчас доедем, потом увидим. Это и есть этот гейзер. Ну вот он гейзер. Теперь вы его тоже видите. Такие я. Они вот так вот, это вот один большой вулкан, вон вылез вулкан. Это вот так, он большой, это грязевой вулкан, но он так, пятаками там, там, там. Это вот что, они? Да, везде, вон там. Я как-то на трассу выкину, чтобы быстрее будет. Вот сейчас ровно держу шлем. Видите, да? Докуман. 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 Природный газ, запах газа тоже здесь присутствует. Жара прям какая от него. Ну да, и он вот в одном месте так и горит без конца. Его кто-то поджег что ли? Номер загнулся, видимо тогда под разболталась. Ну и короче говоря, не буду его выправлять, поеду так, потому что если я его начну выправлять, половинка просто отломится и все. Но так удобно и погреться и поесть что-нибудь приготовить. Ну и ночью светло тут, в принципе. Так вот этот круг освещается нормально. Чувствуешь запах. Да я чувствую сразу, да. Природный газ. Сколько мы проехали километров? По бездорожью? Да. Ну где-то 25. Где-то наверно плюснулся. Понял. Тут ребята сделали лавочку, столик. Даже. Да. Тихо. 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 Хорошо прокатились. Ну все, погнал я, в общем, на Ростов. В планах сегодня до Воронежа доехать, но я не знаю, как это получится, до 1000 километров. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Все очень понравилось! 16.44, выезжаю. Остановился немного отдохнуть, попить воду. Вот такая красота. И смотрите, общий пробег покажу вам. 4640. То есть проехал я 3640 километров изначально. Смотрите, какая кукуруза растет. Пахнет вкусно. Не знаю, готова она или нет. Как это определяется вообще? Ну-ка. Сладка. Похож, знаете на чем? На горох чем-то. Сочный. Обалденный. В общем, мне еще догонять и догонять своих. Они уже, наверное, уже в Ростове. Точка недоступна вообще. А я в Валяну буквально отъезжаю. Решил я по трассе Донской не ехать, потому что там и ветер сильнее дует, и трафик очень большой. Постоянно смотреть по сторонам напрягает. В общем, еду. А не догоню, так буду ночевать где-нибудь. Все здесь. Я в Тимашевске, двигаюсь дальше. Свои уже доехали почти до Каменс-Шахтинска. Это порядочек довольно много. Еду пока вот просто так. В экипе ничего не поддеваю, потому что жарко на самом деле. Очень тепло. Доехал до Брюховецкой. В детстве у меня был друг. Мы дружили очень хорошо. Еще в начальных классах, в общем, с детства. И по первый, второй, наверное, может быть, третий класс, я точно не помню. Так вот, он уехал именно в Брюховецкую. Я знаю, что сюда. И потом как-то потерялось у нас все. Ну, сами понимаете, дети маленькие. Особо не думали, как найти, никто не знал. И вот сейчас я знаю, что он живет здесь. Возможно, не здесь. Мне говорили, что он уехал на север куда-то жить. Но, Денис Маланчук, если ты смотришь это видео, напиши мне. Давай встретимся уже, найдемся. Очень есть много о чем рассказать. Ну, а я еду дальше. Заправку, правда, я не нашел. Бак почти подзакончился. Но еще пятак у меня сбоку. Поэтому надо стартовать, и солнце уже садится. И еще один. Субтитры сделал DimaTorzok Время уже 22.15, как вы видите, остановился перебить немножко навигатор, но я буду стартовать в сторону Ростова. В принципе, не особо устал, еду нормально, поэтому поеду, пока не упряжусь полностью. Я имею в виду усталость. А если устану, встану куда-нибудь, разложу палатку и лягу спать. До них еще 374 километра. Они где-то под Богучаром, но они еще едут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Остановился перекусить, да заправиться. Ростов на Дону прошел. Общий пробег 4.918. Перекус отличный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вчера Вова шашлычок жарил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Держи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, молодец. Ешь давай, ешь. Пододел олимпийку, потому что прохладно ехать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Я, в общем, вот здесь, а они уже Воронеж объезжают. Принял решение, что догонять не буду. Время уже много. 3.28. Я сегодня и так достаточно проехал. У меня просто рубить начало. Пробег уже у Мотика 5102 км. Еду и прямо рубит на мотоцикле. Поэтому загоняю, сейчас он туда в лесок. И все, и отрубаюсь до утра. Все, хватит. Полтора часа прошло. Видите, в каком я леске оказался. Дождик начинается. Немного поспал, легче стало. Так как идет дождь небольшой, камера у меня без бокса, поэтому в дороге снимать не буду. Так на остановках буду включаться немного. Такой дождичек небольшой, но неприятный. Я вот так вот проклеил швы на берцах, чтобы не сразу промокнуть. Полегчало очень сильно ото сна. Спал вот в таком лесу. Я не знаю, что это, акации или еще чего. С Крыма прошло уже 1200 с копейкой километров. Наконец-то я выехал с Ростовской области. Ну а там у нас Воронежская область. Не выспался, конечно, в сумки дает. Еду, песни поедутся. Воронежская область, заезжать не буду. Что-то подустал я, надо домой ехать уже. Сейчас на Тамбов сразу забил. И прямо на Тамбов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вчера я выехал из Темрюка в 16.30. В общем-то останавливался на полтора или два часа. Повалялся около мотоцикла, пока дождь начался. И сейчас снова еду. Воронеж остался в стороне. Еду сейчас на Тамбов. Решил поставить рекорд за сутки. Посмотрим, сколько километров я смогу пройти за сутки. Самому дереву. А сейчас я обсох. Добавил бензина и еду дальше. До Тамбова еще порядочно. А время уже 12.38. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Обсох. Ни одной заправки нет. Залил пидак с канистры. Останавливался в магазине. Купил обед. Сейчас буду заваривать роллтон. Костерчик небольшой сделал. Прям на дороге. И все будет нормально. а так уже телефон тоже сел где-то два часа дня запарив роллтон попью чайку всем приятного аппетита не люблю а роллтон что сделаешь что-то хотелось на природе посидеть поесть все устал ехать больше не могу заехал чтобы здесь выспаться все у меня уже глаза выпадают сутки пошли как я за рулем из них я останавливался на заправке заливал топлива и ехал два раза перекусывал тоже быстренько и полтора часа где-то провалял свой мотоцикл потом начался дождь и поехал дальше это утром было сегодня за сутки считая стимбрюка вот он доехал до тамбова тут совсем немного осталось я сейчас посчитал сколько я пролил километров за сутки 1130 километров получилось я проехал это рекорд просто все выбрал местечко мою мотоцикл сейчас его разбираю ставлю палатку с той стороны его закидал закрыл отличный глаз чтобы никто не мешал все сплю сейчас часов 8 и потом выдвигаясь уже домой прямо хочу конкретно прям за день сделать до дома все разложил палатку сейчас поставлю на заряд телефон вот такой вид из дверей ну все всем добра ночью прошло отлично спалось замечательно к птицы как этого орет до сих пор всю ночь орала а так все отлично вообще никогда так не спал шикарно вот здесь я и ночевал вчера не было время показать похоже сегодня будет дождь с ростова пришел видите как замаскировал смазать цепь обязательно еще провожил новый маршрут сразу до дома по самым кратчайшим путям в общем 800 километров пишет мне осталось так вот сейчас 5 часов 55 минут выезжаю посмотрим во сколько я приеду общий пробег 5600 64 километра в очередной раз обсох тамбовская область заправками тут проблемы вот так сажусь потому что по-другому никак номер пришлось выровнять но штраф не дали удивились как обычно и поехал я дальше документы открутилась подножка я закрутим с этими кочками в рязанской области сейчас пока телефон на зарядку поставлю хорошо что повербанк 1 и 2 заряжен обломила болт полностью поэтому сейчас вот этот вот подтягиваю поставил наоборот чтобы хотя бы ножка в него упиралась этот протянул в принципе сейчас все стоит но нужно сделать так обезопаситься чтобы этот болт не вывалился туда на цепь и его туда не закинуло поэтому сейчас я аккуратно здесь скотчем вот так промотаю и тем самым скотч не будет давать вываливаться этому болту болт тут просто как упор я надеюсь что его хватит на 750 километров и я доеду нормально сейчас главное чтобы заправка была рязанская область тут заправками проблемы слив пятюню сюда опять обедаю в Рязанской области взяла такой тушняк на буханку хлеба вода есть что еще нужно для счастья скоро уже буду дома уже хочется домой конечно да соскучился по всему я нигде не встречал только в нашей нижегородской области все таки начался дождик мне повезло видите в каком гараже и оказался сейчас пережду и поеду дальше но туча большая пошел дождь решил стать под дерево потому что уже и так в принципе изрядно промок хоть и дождевик сверху ноги с ботинками все промокло все промокло и все Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Настолько закидала мухами жирными, что через него вообще ничего не видно Вот остановился протереть, если получится жир убрать, а не получится, так поеду Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мотобайки на кухне Видео о моей жизни О нашем, кстати говоря, этом же самом Мотопутешествии Некоторые моменты мы там рассказываем Которых не было на наших каналах В общем, всем приятного просмотра Ну а я прощаюсь с вами До новых встреч на канале С вами, как всегда, Евгений